Доступны ли саратовские трамваи и автобусы для людей с ограниченными возможностями? Ответить на этот вопрос попытались опытным путем представители Союза добровольцев России. Они вышли на остановки общественного транспорта и провели эксперимент. Подробности в нашем следующем материале. Вагоновожатый этого трамвая не подозревает, что сейчас его машина примет участие в эксперименте. На Большой Садовой ждут саратовские общественники и Виталий Телегин. Последние 14 лет он передвигается по Саратову на инвалидной коляске. А сейчас помогает выяснить, доступен ли городской общественный транспорт для маломобильных граждан. Обычно это вызывает большие проблемы. С этой остановки только одним способом. Это два носильщика, два молодых каких-нибудь человека, такой здоровой наружности, приятной окружности. Говорю, ребят, помогите занести в трамвай. Раз, два, три, четыре ступеньки. Виталий часто выезжает из дома и знает, что в Саратове нет ни одного низкопольного трамвая. Большинство их из прошлого века. Следующие в очереди на проверку доступности – троллейбусы. У железнодорожного вокзала их множество. Сначала Виталий пытается штурмовать тот, что без пандуса. Невозможность этого предприятия подтверждают элементарные измерения. Посмотрите, вот здесь 15 сантиметров. До этого мы мерили, сколько сантиметров подъема до первой ступеньки троллейбуса. Их в два раза больше. После 15 минут ожидания на морозе подходит троллейбус со специальным значком. Водитель говорит, пассажиры на инвалидных колясках встречаются очень редко. Но алгоритм действий здесь знают. У нас есть пандус, который откидывается. Я выхожу, перчатка, потому что вечно грязная у нас. Открываю и заезжает, выезжает. Опустить пандус – это меньше минуты. Но и тут Виталия ждет разочарование. Угол наклона пандуса так крут, что самостоятельно подняться в салон невозможно. Так что низкий пол – еще не гарантия доступной среды. Нужно, чтобы и остановочный павильон был вровень с площадкой троллейбуса. С такой недоступной, доступной средой пора бороться активнее, считают в Союзе добровольцев России. Больше такие акции не будут разовыми и местными, но приобретут федеральный масштаб. Возможно, в этом случае будет и больше внимания, и больше понимания. В свою очередь, в общественной палате Саратова обещают создать рабочую группу и законам обязать перевозчика обратить внимание на особые категории граждан. Чтобы все новые транспорты, которые будут приобретаться перевозчиками для обстановки на маршруты города Саратова, все-таки более оборудованы для удобства пользования инвалидов. В следующем году волонтеры собираются запустить в городах России проект «Карта доступности» и мониторить кафе, банки, магазины, чтобы понять, какие из них доступны для маломобильных граждан, а какие нет. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.